Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько выступлений высокопоставленных чиновников. В частности, в 13.30 по GMC ждем выступления Джерома Пауэлла. Ранее я уже комментировал его участие в форме Европейского Центрального Банка, допуская, что, скорее всего, какой-то интенсивной реакции на то, что им будет сказано, не последует, но недооценивать это событие тоже не стоит. Если он все-таки коснется перспектив американской денежно-кредитной политики и позволит участникам рынка немного иначе взглянуть на вероятность повышения процентной ставки, то сегодня индекс доллара покажет очень интересную динамику. Нужно быть готовыми, безусловно, к любым сюрпризам, поэтому не забывайте контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. В то же самое время в 13.30 по GMC состоится выступление главы Банка Англии Бейли. Вот эта конференция, эта речь будет иметь, наверное, большее влияние на рынок, поскольку он точно будет говорить о перспективах дальнейшего повышения процентной ставки. И фонд сейчас очень чувствителен к этой теме, учитывая, что буквально неделю назад Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пунктов и дал понять участникам рынка, что это еще не предел, потому что английская экономика, как уже много раз отмечалось, сталкивается просто с беспрецедентным кризисом, связанным с ростом инфляции. К сожалению, индекс потребительских цен по-прежнему остается практически на рекордных максимумах. И в 20.30 по GMC будет внимательно проанализировать результаты стресс-тестов американской банковской системы. Нужно будет обратить внимание на то, как, в принципе, тестирование пройдут ключевые звенья американской банковской системы, насколько она, в принципе, устойчива к каким-то форс-мажорным явлениям, особенно после того, кризиса, с которым столкнулся банковский сектор буквально некоторое время назад. Давайте по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 102.20. В рамках вчерашней торговой сессии мы наблюдали за последовательным снижением курса индекса американской валюты. В принципе, день был закрыт на отрицательной территории. В то же время, если проанализировать отчеты, которые мы ждали по рынку недвижимости, по заказам товара длительного пользования, эти релизы превзошли ожидания экспертов. И на этой статистике доллар мог бы что-то там отстроить в плане восходящего движения. Но почему-то этого не произошло. Заказы на товар длительного пользования выросли в мае на 1,7%. Прогноз предполагал снижение на 1%. Возможно, на доллар повлияли такие пессимистичные настроения экспертов, аналитиков HSBS, которые спрогнозировали, по сути, неизбежность рецессии в американской экономике. Я думаю, что здесь, наверное, нужно сделать все-таки ремарку и сказать о большей вероятности стагнации, учитывая, что буквально завтра мы ждем очередной показатели по ВВП. Это финальные цифры по первому кварталу. И если посмотреть сейчас на то, как менялся показатель ВВП в прошлые периоды, то в третьем квартале, напомню, показатель был в прошлого года 3,2%. Экономический рост дальше в четвертом квартале 2,6%. И, соответственно, сейчас, если цифры подтвердятся, мы увидим то, что в первом квартале американская экономика выросла на 1,3%. То есть нисходящая тенденция на лицо и три квартала снижения подряд это, да, то, что настраивает насуждение о том, что стагнация уже, в принципе, явно происходит. Но это все-таки еще положительные цифры выше нуля, хотя при тех темпах снижения, которые мы видим сейчас, вполне возможно при ухудшении экономической конъюнктуры американская экономика очень быстро по темпам экономического роста окажется в районе нуля, а там уже будет недалеко до факта рецессии. Как бы то ни было, друзья, сейчас, если снова ориентироваться на перспективу повышения ставки в Штатах, в частности, ее вероятность по данным инструмента FedWatch составляет 76,9%. То есть она выросла и стала выше с тех значений, которые мы видели в понедельник. Допускаю, что на эту вероятность повлияли данные по рынку недвижимости и заказам на товары длительного пользования. Но, с другой стороны, это еще раз доказывает, что этот показатель очень чувствительный сейчас к макроэкономической статистике. Если данные будут уже выходить хуже ожиданий, то эта вероятность начнет снижаться. Я по-прежнему сторонник того, что индекс доллара лучше держать в портфелях, как тот инструмент, который стоит шортить. То, что американская валюта не выросла вчера на сильных данных, это также может быть сигналом того, что рынок уже полностью дисконтировал и заложил в курс вот это вероятное повышение ставки в июле. И какого-то сюрприза уже не будет. Хотя, если рынок начнет сомневаться в том, что это повышение будет уместно, вот это будет уже неожиданностью. И доллар не сможет остаться на плаву на тех уровнях, на которых находится, при понимании рынка того, что больше не нужно американской экономике тащить ключевую процентную ставку вверх. Золото 1915 долларов за тройскую унцию. Пока что, друзья, поборюсь с этим локальным трендом, потому что, опять же, много раз говорил, на основании чего я отстраиваю свою позицию по весьма вероятному развороту котировок золота. И почему я считаю, что ниже 1900 долларов за тройскую унцию этот рынок не пройдет. Буду надеяться, что все-таки эту поддержку не сломают. По остальным финансовым активам, в частности, британская валюта 1,2730 с текущей котировки, согласно последнему опросу Reuters, который, в принципе, продублировал оценку Bloomberg, мы анализировали еще пару недель назад, потому что на пике ставка Банк Англии может достичь 6%. Опрос Reuters показал, что да, ставка непременно придет к отметке 6%. Сейчас она находится на уровне 5%. Поэтому, если под определенным углом взглянуть на вот эту траекторию дальнейшего роста ключевой ставки, может оказаться так, что британская валюта будет неплохим активом для керри-трейда. Британская валюта будет пользоваться спросом на контрасте монетарных политик, если сравнивать, опять же, с ставкой еще Федрезерва. Да и в целом, я считаю, что в текущих условиях, если мы знаем, что Банк Англии активно борется с инфляцией, ну, не нужно вот так вот просто шортить этот актив, тем более, что поддержка для фунта может прийти в любой момент, например, сегодня, если Белли подтвердит планы для активного дальнейшего повышения процентной ставки. Рынок нефти 73 доллара за баррель. Среди позитивных факторов для цен стоит отметить комментарии вице-премьера Китая о том, что второй квартал для китайской экономики будет лучше, чем первый. В любом случае, китайская экономика сможет сохранить экономический рост в районе 5%. Сегодня я ожидаю данные по запасам нефти США, которые с большой долей вероятности сообщат нам о том, что запасы снизились, тем более, что вчера отчет от Американского института нефти показал, что запасы просили на 2,4 миллиона баррелей. Если статистика будет и официальной, скажем так, со знаком минус, то котировки должны получить поддержку. Ну и к тому же стоит еще также закладываться под рост спроса на топливо, на нефть в ближайший период, учитывая, что день независимости в Штатах совсем уже скоро. И по данным Американской ассоциации автолюбителей, в этом году, в июле, соответственно, в дальние поездки отправится 42 миллиона американских граждан. Это примерно на 4% больше, чем в докризисном, доковидном, скажем так, в 2019 году. Позитивная тенденция роста. Я надеюсь, что эти цифры в итоге подтвердятся, что должно найти свой положительный отклик в общей динамике бренда и WTI. Европейская валюта 1,0950. Локально мы видим то, что евро пользуется спросом. В общем, здесь причина. Вчерашний комментарий на открытие форума ЭЦБ в Синтри-Лагард о том, что база инфляции по-прежнему крайне высока, значит, ЭЦБ будет тащить ставку вверх. Ожидается, что этим летом ставка будет поднята еще дважды. Но я пока что не присоединяюсь к повторным сделкам по покупке главного валютного риска, потому что в пятницу будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне уже финальные цифры. И вот если по базовому показателю мы действительно увидим рост с 5,3 до 5,5%, тогда будет очевидно, что жесткая монетарная политика для европейского регулятора это надолго, а поэтому можно отстраивать длинные позиции вплоть с уходом евро выше отметки 1,10. И также, друзья, рекомендую присмотреться к паре доллар-иена текущей котировки 144. По мере того, как пара приближается к сопротивлению 145, все чаще звучат разговоры о неизбежности валютных интервенций. Напомню, что ранее как раз Банк Японии провел валютные интервенции в районе 145 йен за доллар. Поэтому если вам интересно попробовать выжать по максимуму из интенсивной какой-то реакции рынка на какое-то важное событие, в данном случае на конкретное важное событие по этой валютной паре, то можно пробовать размещать отложки где-то в районе 145 и ждать соответственно развитие последствия нисходящей динамики. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!